1 октября Всемирный день пожилых. В нашей республике их почти 300 тысяч. В Чебоксарах для них разработали насыщенную программу. В эти дни будут давать концерты, проводить соревнования и устраивать чаепитие. А сегодня с посетителями комплексного центра соц.обслуживания населения Чебоксар пообщался Михаил Игнатьев. О том, как прошла эта встреча, расскажет Надежда Давыдова. В комплексном центре социального обслуживания населения Чебоксар принимают пожилых со всего города. Работа ведется в трех направлениях. Во-первых, кров здесь находят все, кто по разным причинам не может жить в своих семьях. Во-вторых, работники центра оказывают помощь пожилым на дому. Кроме того, сюда приходят пенсионеры, чтобы активно, используя, провести свободное время. Активно здесь занимаются спортом. В центре открылись тропы здоровья. Так, Ираида Никонова занимается здесь уже два года и говорит, результат налицом. Давайте ее послушаем. Болячки прошли почти. Да, очень хорошо помогает. Там же каждая тропа рассчитана на комплекс упражнений для дыхания, для сердечной, для суставов. Так что очень хорошо помогает. Есть у нас еще оздоровительная ходьба. Значит, в трех местах. В городе Чебоксары. Мы в два раза в неделю выходим в городе на аллее искусства Шумилова. Вот этой оздоровительной ходьбой занимается. Мы им специальные палки купили. В центре занимаются и арт-терапией. Даже организовали свое ателье мод. Результаты работы мастерицы продемонстрировали главе региона. Какие шарки будут особенно модными в предыдущем осенне-зимнем сезоне? Новое – это хорошо забытое старое. На встрече за чашкой чая говорили о развитии города Чебоксары, республики, об экономической ситуации в стране, о воспитании подрастающего поколения. Рассказали главе региона о проекте «Экспресс-бабушки». Активные пенсионерки присматривают за детишками в многодетных семьях или семьях матерей-одиночек. Мне получили войняшек, мальчиков. Полтора года им. Если куда нужно отлучаться, она звонит мне, я сразу бегу к ним и сижу с ними. Знаете, я живу недалеко с ними, вот встречаюсь на улице. Они прям маленькими катарычонками бегут. Папа, папа, папа ко мне. Вообще собравшиеся говорили, на пенсии жизнь только начинается. И они доказывают это своим примером. Надежда Давыдова, Александр Яковлев, Вести Чебоксары. Продолжение следует...